Здравствуйте, коллеги и зрители канала Я Парикмахер. Сегодня у нас будет очень интересная история. Я поделюсь с вами некоторыми набросками и элементами из образа арт. Поможет мне для этого моя прекрасная модель Олег. Что такое, что важно для того, чтобы создать арт-образ? В первую очередь, идея, что-то придумать. Второе, наверное, сойтись с идеей визажиста, сошлись ли мы с ним или нет. Это второе. А третье, все это налепить каким-то образом, подстричь, замазать, забить. Но фактура модели важна очень. Это должно быть на что-то самое такое хрупкое, тонкое. Вот Олег нам подходит идеально для этой вот версии. Сегодня более хрупких никого нет. Итак, друзья, на самом деле смех смехом, а как рождаются вот такие вот образы? Я вот стою в расчесываю, расчесываю, уже прижимаю лачком. На самом деле убирается полностью волос. Хотя думаете, зачем же арт? Арт бывает разным. Бывает прикладной, назовем это так. А бывает, когда делается прямо на волосах. Но мы сегодня как раз займемся тем, что мы вообще видоизменим нашу модель. Создадим для него вообще что-то другое. Держи, Олег, ты знаешь, что ты работаешь, переписываешься. Ну а если честно, Олег администратор нашего салона. И пока он работает, мы, пользуясь, конечно, нашим Олегом бедным, просим его помочь нам в создании каких-то элементов. Кстати, очень часто, когда мы правда используем вообще всю нашу команду. То есть я убираю вообще челку для того, чтобы мне просто можно было положить другие элементы из волос созданные. Воссозданные. Созданные. На самом деле волосы в модели важны, потому что на них мы будем крепить наши постижи. Сейчас я возьму одну из новых историй, которая у нас скоро будет на Trends of Beauty. Я думаю, что камера видит больше оттуда. С этой стороны, правильно? Так, я на самом деле собираю быстро все хаотично. А на самом деле, когда мы работаем уже, конечно же, и будет съемка, и шоу, мы закрепляем все это иначе. Так, друзья, но на самом деле, я хочу, чтобы вы понимали, особенно, когда готовишь шоу или образ, то не всегда нужны какие-то чистые моменты, идеальная гладкость, идеальная чистота. Это все нужно, если ты в кадре видишь, что тебе это мешает, то... Вот, наверное, маленькая невидимочка, она бы сейчас пригодилась. Идеально сюда. Ну, наверное, сюда все-таки черную бы невидимку мы одели, или даже задули бы ее черным каким-то лаком. И крепятся, допустим, вот такие истории. Олежек, подержи, пожалуйста. Сорри за золотые невидимки, мы, на самом деле, не особо-то готовились, просто чтобы резко вам показать, как это все быстро создается. Понятно, дело, что мы крепим все очень тщательно. Просто хочется вам показать, как это на самом деле делается все. На самом деле, не так-то уж сложно. Арт, он может быть абсолютно разным. Главное здесь, вот именно в данном ключе, это насколько все-таки арт более коммерческий. На самом деле, я думаю, что так можно выкрасить любую девчонку, и она будет очень даже интересно смотреться. Можно даже просто взять трес и проклеить его прямо по краю. То есть, можно в пробор даже вклеить на специальный клей и сделать из этого реально там челку. Вот, друзья, а потом визажист делает очень интересный мейк и подстраивает всю эту историю. Также можно наложить, допустим, какую-нибудь еще более короткую историю и выстричь как-то более необыкновенно какие-нибудь странные истории. Можно вообще утрировать и делать, я не знаю, голованов таких. Можно все, что угодно. Главное, чтобы вам это нравилось, и вы от этого кайфовали, создавали творческую историю. Вот как раз-таки вы сейчас можете посмотреть, как Денис подготавливал все эти пряди, подготавливал шоу. Ну, видите, кстати, разница такая глобальная на самом деле, потому что делалась на разных волосах. То есть, надо еще думать так сразу делать, что на шоу могут многое увидеть, а в фотографии можно много скрыть на самом деле. Друзья, благодарю вас за внимание. Увидимся в новых видео на канале ЯПарикмахер.